Привет, мои дорогущие друзья! Вы, конечно, знаете, что Украину сейчас рекламируют. Ну, то бишь, выделяются огромные деньги для того, чтобы всякие программы Украина Now, чтобы все смотрели, иностранцы думали, о, как классно, им, наверное, мы туда будем инвестировать, да мы туда поедем и так далее. Показывают леса, которые еще остались, реки, не уточняя их химический состав, ну и так далее, да, счастливых людей в вышиванках и тому подобное. А вот это вот выступление в Одесском горсовете. Членам партии, которую хотят запретить. И хотят запретить, в частности, вот за это тоже. Послушайте, на самом деле, я, ну, не знал многих вещей, у меня челюсть отвисла. А потом продолжим. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Илья Фрейман, партия Шария. Благодарю, что позволили внести в запад и зарегистрировали мой депутатский запад. У нас их два. Озвучу вначале, соответственно, первый. Хотелось бы начать со статистики, с вашего позволения. Как вы, наверное, знаете, общая численность населения Украины составляет приблизительно 39 миллионов человек. 42% — это старики, дети, инвалиды. Таким образом, остается только 23 миллиона граждан трудоспособного возраста. Из них 2 миллиона — хронические алкоголики и наркоманы. 4,5 миллиона являются трудовыми мигрантами. 3,5 миллиона работают в тени и скрывают свои доходы. 300 тысяч — это бывшие уголовники. Полмиллиона — безработные. 51 тысяча сидит в тюрьмах. По данным институтам демографии, около 19 миллионов украинцев, то есть половина всего населения страны, находится за чертой бедности. При этом 3% населения Украины владеет половиной всех национальных богатств страны. В Украине существует свыше 80 контролирующих органов и подразделений, которые имеют право в любое время беспрепятственно и без предупреждений ворваться на территорию вашей частной собственности. Из 10 совершенных в Украине преступлений полиции раскрываются лишь два. А раскрываемость убийств в стране составляет всего 11,7%. Не считая Юго-Востока, каждые сутки в Украине убивают 19 человек. За последние несколько лет количество разбоев увеличило в 25%, грабежей на 36%, а в крупных городах численность преступлений увеличилась на 63%. Небоевые потери украинской армии за отчетный период 2020 года вдвое превысило боевые потери. Что такое небоевые потери, я поясню. Это неаккуратное обращение с оружием, суицид, болезнь, а также убийство со служивцами. За два года в Украине было открыто более тысячи уголовных дел за взятничество со стороны чиновников, это похвально. Из них отбывают наказание 19%. Украина занимает пятое место в мире по потреблению алкоголя и второе в Европе по уровню смертности от алкоголизма. На среднестатистического заключенного, будь то маяку, убийца или педофил, тратится около 3,5 тысяч гривен. При этом средняя зарплата учителя в стране 3200 гривен, надеюсь, метафора понятна. Каждый год в Украине без вести пропадает 5000 человек. За 10 лет насилие в отношении женщин увеличилось в 16 раз. Около 3000 детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от семейного и в том числе сексуального насилия. В Украине более 70 тысяч сирот. Согласно статистике Минздрава, каждый год в Украине умирает 4500 детей до 4 лет. Каждые 2 минуты в Украине умирает 3 человека, а рождается 2. 40% украинцев не доживает до 60 лет. Около 35% населения выражают готовность навсегда покинуть Украину. Вот как вы думаете, что я только что сделал? Вот вы скажете, зачитал статистику, да? Нет, это называется иначе, друзья мои. Это называется, вот сегодня в Украине, в которой мы живем, это называется государственная измена. То, что я вам сейчас озвучу, реальные факты, которые находятся в открытых источниках, это государственная измена. За это сегодня закрывают оппозицию, закрывают телеканалы, глушат телеграм-каналы. За это вручают государственную измену нашему лидеру Анатолию Шарию, который на протяжении всего этого времени делал то, что я сейчас вам озвучил. Озвучивал правду, озвучивал факты. На этом основании сейчас закрывают нашу партию. Я к чему веду? Сегодня закрывают нас. Завтра закрывают коллег из ОПЗЖ. Европейская солидарность, не улыбайтесь, потом закрывают вас. А потом приходит к вам Геннадий Леонидович. Потом приходит к вам Геннадий Леонидович. И я хочу выступить и объединить нас сейчас. Поймите правильно. Илья, подождите, вы же меня тронули. Пока я дойду до меня, давайте я подожду. Я понимаю. Безусловно. Геннадий Леонидович, рано или поздно, вот это когда-то станет сегодня, поэтому я выношу, собственно, этот депутатский запад сейчас. Главный агрессор в стране – это маразм. Давайте сейчас объединимся против маразма. Я хочу обратиться к коллегам из слуг народа, даже народные депутаты от слуг народа выступили, в частности, госпожа Верещук, выступили в защиту нашей партии. Говорят, что это беспредел. Я прошу объединиться против маразма. Мой депутатский запад касается того, чтобы мы обратились в Министерство юстиции, к господину Малюську, непосредственно, для того, чтобы он… У нас, вы можете ознакомиться с нашим западом, у нас там нет высокопарных слов, политики и так далее, и тому подобное, с просьбой прекратить политическое преследование партии Шария. Я знаю, что далеко не каждый здесь проголосует за этот проект. Я просто хочу прекрасно понимать, кто сейчас за здравый смысл, а кто сейчас за диктатуру, чтобы знать, кому пожимать руку в коридоре и кого приветствовать, несмотря на политические флаги. А кому нет. Спасибо. За 14, проти 0, утрималось 0, не голосовали 42. Решение не принято. Они не проголосовали против. Нет. Они просто не голосовали. Вероятно, считаю, минует меня чаша сия. Может быть, тебя именуют, а может быть и нет. Второе выступление касательно давления на суд, которое регулярно осуществляется, причем на Одесский суд, со стороны активистов. Второй наш депутатский запрос, который мы пытались внести в повестку дня и который не прошел голосование, это очень яркое голосование, потому что это было обращение, если мы раздали этот проект решения, вы можете его изучить, там не было никаких политических фраз, там партия Шария, там еще какая-то партия. Это был вопрос Одессы. И многие его не поддержали, тем самым косвенно поддержав господина Стерненко. Я хочу напомнить, кто такой господин Стерненко. Господин Стерненко, возможно, извините меня за недепутатскую терминологию, скажем так. Господин Стерненко, по моему личному мнению, это малолетний подонок, который совершил огромное количество преступлений, большая часть из которых не выносится в официальную часть. Это проблема наша, это проблема Одессы, потому что все свои преступления он совершал здесь. Я прекрасно знаю, как к нему относится любой здравомыслящий одессит. Они прекрасно понимают, что это просто, это не националист, это человек, который не имеет никакого отношения к национализму, не рукопожатый в своей националистической среде. Это просто уголовник. И когда вы, Геннадий Леонидович, сказали, позвольте мне заметить, а где вы были, я хочу сказать следующее, что мы постоянно находимся в тесном взаимодействии и контакте с семьей погибшего, того, кого убил Стерненко. Мы предоставляем им материальную, юридическую, информационную помощь постоянно на протяжении всего этого времени. И то, что я здесь стою, это я также выступаю и ретранслирую слова этой семьи. Я хочу сказать коллеге по этому вопросу, что здесь нет политики. Это проблема нашего города. И когда там Львовский горсовет, еще какие-то, да, мы не жители Львова, мы не жители Тернополя, но Одесса молчит, как будто бы она чего-то боится. Чего мы боимся, почему мы не вынесли это на голосование? Для меня это остается загадкой, я думаю, на вашей совести остается, собственно, результат этого голосования. Тем не менее, я хочу принять вторую попытку и обратиться к генеральному прокурору Украины, к главе Верховного Судьи, Министерства внутренних дел, к главе Верховной Рады. Нет, не на то, чтобы повлияли на суд и чтобы посадили его. Мы не имеем права, мы за законность. Для того, чтобы нивелировать давление на этот судебный процесс. Потому что мы все прекрасно видим и понимаем, как они нагоняют толпы людей там с шашками, с всякими петардами. Пытаются создать видимость, что этот Стеренко что-то значит. В стране, хотя этот подонок ничего не значит в принципе. И таким образом они создают ему вес политический. Мы хотим обратиться к следующим инстанциям, для того, чтобы они приняли меры и нивелировали воздействие активистов и прочих всяких очагов влияния на судебный процесс. Мы хотим, чтобы суд в отношении Стерненко прошел законным. За 15, против 0, утрималось 0, не голосовали 40. Решение не принято. Вот вы сами себе противоречиваете. Я считаю, что судебные органы, те суды, которые рассматривают его, как раз и должны не подвергаться ни с одной стороны давлению, ни с другой стороны. Ну, как видите, Труханов сказал, что суды должны сами выносить, небо должно быть голубым, солнце должно светить. В Украине не должно быть детской проституции, к примеру. Но при этом происходит то, что происходит. И мы единственная полицила, которая на это пытается обращать внимание. А остальные, вот те, которые не голосовали, потому что 14, это же не только наши депутаты, а вот те, которые не голосовали, они сидят, и их типа это не касается. Ну да, давайте побыстрее уже экономические вопросы голосовать. Правда? Ну вот такие реалии. Грустные, да? Но надо говорить правду. И поверьте, говорить правду, это не значит совершать государственную измену. Говорите правду. Грустные, да? Грустные, да?